В дагестанских огнях 47-летний мужчина стал жертвой злоумышленников. У жителя поселка накануне сгорел магазин, и близкие объявили сборное восстановление бизнеса. Несколько дней пострадавшему поступала помощь от неравнодушных граждан, но затем положением воспользовался мошенник. Подозреваемый попросил потерпевшего скинуть номер банковской карты для осуществления денежного перевода. После того, как он получил реквизиты, он попросил мужчину скинуть пароль, который пришел ему в смс-сообщение. Так, неизвестный обманным путем, войдя в доверие, завладел полумиллионом рублей. Попросил меня скинуть карту. Я скинул номер карты ему. Он сказал, что у меня есть номер телефонов, привязан к телефону. Он сказал, что скинул номер карты. Я скинул номер карты. И он говорит, что все, он пишет мне, я все, я послал вам, поможет тебе, вот такие теплые слова, все пишет, пишет, пишет. И потом в концовке я пишет, с кем мне придет тебе код и с кем нет код. Я, честно говоря, даже в мыслях не было. Я, честно говоря, в таком состоянии эти пару дней, что даже об этом даже в мыслях не было. И моментально взял кнопку и отправился код, 15-й код. И моментально мне списались деньги, потому что все были, на что все списались. Полиция установила подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 16-летний местный житель, задержанный в содеянном. Сознался, похищенные деньги были изъяты. На мою банковскую карту был сделан перевод от незнакомого лица, размером 511 тысяч рублей. Меня доставили на допрос, откуда был перевод сделан, как. Я прояснил, что не знал, откуда перевод был сделан. В итоге выяснил, что это братишка сделал перевод. Как он прояснил, что это ему друг переводил. И он мою карточку отдал, чтобы на мою карту перевели, так как у него карты нет, на данный момент заблокировано. И вот такой перевод был сделан.